В какой-то момент решил, что пока надо с плаванием немножко понизить количество и объемы тренировки, чтобы спокойно закончить университет. Я закончил университет по международной экономике в 2012-м. В итоге я думал, что я вернусь, но потом встретил свою жену будущую. И поэтому пришло время снова вернуться в Россию и начал работать в франко-российской торговой промышленной палате. Там я отработал два года с лишним и в какой-то момент понял, что мне хочется иметь свое дело. Ну и были несколько проектов. И один из них был создать французскую булочную. Даже не кондитерскую, а просто хлебушку. Потому что в России есть хлеб, но я как-то заскучал по французскому хлебу. Для начала средства были, ну и вообще большинство средств, ну это были мои. Когда я вот открывался, это были мои средства. Это то, что я накопил еще до того, как переехать в Россию. И потихонечку то, что я накопил работы в торговой промышленной палате. Я работал один. То есть у меня не было никаких особо затрат. Я вставал утром, приходил сюда. С девяти до девяти я работал и так целый день, целую неделю, целыми месяцами. На пекаре я на самом деле не учился. Я просто создал вот эту булочную, пекарню. Но я больше вкладываю как бы свою душу, свое время. Это мое маленькое дитё. А потом уже у меня есть настоящие специалисты по кондитерской. И по хлебу пока тоже вот буду искать настоящего пекаря, который именно умеет печь по-французской. Вся выпечка – это замороженное тесто. То есть мы просто получаем в замороженном виде тесто и уже полностью допекаем на месте. А вся кондитерка уже мы полностью делаем на месте. Это вот же наша кухня. Это уже наш стопроцентный продукт, который тоже очень нравится. Есть французская классика, есть российская классика. И мы постоянно-постоянно добавляем в ассортименте что в хлебе, что в кондитерской. Все было достаточно спокойно, да. То есть мне давали работать спокойно. Я никого не трогал. Я у меня маленький свой бизнес, как бы я потихоньку развивал. И еще развивая, я еще далеко не все не доделал. Вот. Ну и просто сам эко-маркет, как бы хороший, честный в этом плане рынок. Конкуренты тоже, это такая вещь, они помогают развиваться. Поэтому, если раньше это бывало, что мне там что-то не нравилось, я теперь в этом плане очень спокойно себя чувствую. Они, наоборот, дают мне желание все улучшить, 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 быть лучшим. Хлебушка готова. Созрели круассанты. Да, кстати, да, это круассанчики. Значит, у нас тут, тут у нас круассанчики, круассанчики с шоколадно-ореховым кремом и плетеночки с заварным кремом и брусникой. Уже есть свои постоянные клиенты, слава богу. Вот. Поэтому им очень нравится, приходят, закупаются, там, кофе с круассанчиком, допустим, с удовольствием утром приходят, а то и вечером. Спортивная закалка в этом плане очень сильно помогает в бизнесе для, ну, когда предприниматель, если раньше занимался спортом, это, конечно, большой плюс. То есть у меня одна цель, я знаю, что уже будет сложно, что будет препятствие, но я к ней иду до конца. Идея еще в то время французский клуб, разговорный французский клуб. Пока вот эта идея, она уже стала конкретной, мы уже начинаем набирать группы, вот, ну, пытаемся хотя бы раз в неделю, раз в две недели, вот тут все вместе, как бы, встречаться. Все равно Париж остается вот, остается всегда, как бы, это мой, хоть я там не родился, я там жил, я очень люблю Париж, это для меня самый, наверное, красивый город в мире, поэтому, ну, поэтому я рад, что у меня кофей называется «Как в Париже».